всем привет друзья с вами варчик в этом видео увидите бой на 50 тп прототип прям танк восьмого уровня польский тяжелый карта у нас промзона не особо приятная эта карта поскольку нету каких-то очевидных флангов для атаки оба фланга это затычки в которые въезжаешь и никуда не можешь не деться либо вообще не въезжаешь город состоит у нас из двух будок с кучей дырок в которых нет крыши простреливается все артой поэтому карта честно говоря тухлая не особо интересная но в целом сейчас картошка в таком состоянии находится что можно на любой карте постоять просто пострелять и в принципе если в твоей команде играют челики которые не способны вообще играть даже в какие-то стандартные механики этой игры то вы быстро проиграете если враги у них много неспособных то они быстро проиграет короче все зависит от того у кого больше людей которые не понимают вашего не играть но в целом как эту карту можно поиграть можно приехать город стать от башни от кучки мусора и от башенки поиграться можно поджаться под вражескую будку в этом самом якобы городе но тут в принципе можно сыграть и активно если танк позволяет и вы понимаете как это делать также еще можно постоять в а1 в кусту или в к 1 смотря за какой рез вы играете все эти интересные вещи я рассказываю потому что первую половину боя ничего происходить не будет да и в середине тоже особо никакой движухи не будет сейчас я безопасно езжу от кучки мусора к другой кучи мусора для того чтобы посмотреть кто где подставляется и жду когда кто-то будет начинать уже какие-то ошибки делать вот видим что кернарван ошибается выезжаю даю плюху с вертухи чтобы успеть отъехать от из 22 он дает мне выстрел без пробития я не успела зарядиться кернарван и он проезжает и за это я еще и подарил тычку он меня зацелил поэтому я никуда не выезжаю потому что он может попасть мне в лючок и нанести урон и вижу что вы кашка сбоку выкатывается она на перезарядке выезжая стреляю в борт с вертухи и на наш урон на самом деле игра наносит урон я просто выстрел нажал снаряд мог полететь и выше поскольку часть прицела была выше корпуса снаряд мог не попасть просто как повезет выцеливаю крышу из 22 он стоит там что-то выцеливает игра решила попасть вот урон и нанесся все очень увлекательно и интересно основная суть этого боя в том что я хочу вам рассказать как читать будущее в игре world of tanks для начала нужно понимать что происходит в бою видеть общую картину сразу целиком а не только у себя перед носом а есть супер герои которые даже у себя перед носом ни черта не видит когда мы видим всю картину в бою мы понимаем что куда движется и замечательно мое выражение прочитал будущее означает что узнал это из своего опыта они реально прочитал будущее поскольку опыт мне подсказывает что при таких-то ситуациях или при других будет все происходить таким-то таким-то образом также бывают еще варианты вот из-за этих вот вариантов что может происходить и происходит такие ситуации что я могу прочитать будущее вот когда на фланге у нас все плохо это означает что скорее всего враги его продавят и нужно отступать соответственно мы уже понимаем что одна команда будет отъезжать другая команда будет подъезжать вот в принципе все когда какой-то танк отделяется и он отдельно находится скорее всего если ситуация благополучная за ним вы едут и накажут и выезжать будут не всегда с одной стороны скорее всего с разных сторон и все эти ситуации обыгрываются много раз на разных картах в разных ситуациях и позициях но все примерно одно и то же примерно все всегда происходит одинаково заезжают сзади поддавливают спереди по флангу едут вперед либо назад кто-то сидит в одних и тех же кустах все эти ситуации в картошке происходят постоянно и это очевидно если видеть всю ситуацию в бою вот мы зелень проигрываем враги поедут по ней вперед соответственно после того как они туда доедут они будут уже поджимать нашу базу сзади но и впереди у нас тоже все плохо наш мутаген на Т-95 полетел вперед воевать скорее всего он продавит здесь пупсиков 8 уровня и 9 потому что они шотные Т-95 бронированные и они ничего толком ему не сделают если они не профессиональные супер игроки потому что Т-95 на самом деле очень слабый танк если уметь пробивать его через каток потому что брони в катке у Т-95 нету под определенным углом поэтому если враги смышленные они его бесплатно убьют если они не смышленные они сольются что они в принципе в этом бою и показывают у нас очень много врагов сзади на зелени это видно понятно но и вперед ехать особо некуда там три арты 704 сидит в кусту который не засветится вообще поэтому ехать не получится стою здесь поскольку если мы отсюда поедем под зелень там позиций никаких нету эти враги которых мы здесь оставим они тоже проедут вперед и будет ситуация еще хуже итак в принципе на этом фланге мы практически выиграли теперь можно развернуться и обратить свое внимание на врагов с другой стороны они едут вперед но там нет никаких позиций практически вообще только у нас на базе поэтому занимаем здесь место возле кучек и играем поскольку если враги там поедут у нас по базе скорее всего они поумирают что они в принципе уже и показывают но одна ЛТшка доехала до единственного укрытия которое там есть он будет там тусоваться и в принципе все остальные танки которые едут они скорее всего поумирают потому что там просто некуда деться единственное что есть будка передо мной танк выезжает я уже заранее к нему подготавливаюсь занимаю укрытие корпус прячу выставляю бортик ромбиком конечно этот танк не особо бронированный есть супер уникальные танкисты которые мне рассказывают что я на 50 ТП прототип прячусь за союзниками но я глубоко сомневаюсь что они когда-либо играли на этом танке а если играли сомневаюсь что не понимают как на нем играть поскольку этот танк пробивается когда вы стоите ровно перед врагом пробивается когда вы стоите ромбом пробивается когда вы стоите и танкуете бортиком И он пробивается даже когда вы играете от башни. Самый лучший расклад для этого танка это когда вы играете от башни, потому что башня самое крепкое место у этого танка, но там могут пробиваться также лючки, которые есть, они имеют кое-какую броню, но против девяток всяких не особо. А вот корпус в принципе дыра. При истечении обстоятельств он может танкануть, потому что некоторые участки корпуса бронированные, а некоторые вообще нет. Враг наведется на какую-то точку, уязвимую или нет, нажмет выстрел и снарядик куда-то полетит. Повезет попадет куда он целился, не повезет не попадет. А может он вообще не туда прицелится куда надо, но ВБР пошлет снаряд туда, где тоненько и пробьет. Поэтому танки, которые танкуют, это те, у которых практически нет вязимых зонд. Или те, которые играют от борта и борт у них не пробивается. Или башня не пробивается и они играют от башни. Вот это танк, который может танковать. 50 тп прототип, как ты его не поверни, не разверни, шансов танкануть не сильно много. Поэтому этому танку на первой линии танковать нет смысла. Только если будет везти или враги будут стрелять мимо. Поэтому этот танк не играется активно на первой линии. Он играется как тяж поддержки, от башни можно поиграть. И также нужно еще играть от альфы. Наносить урон, когда враги на перезарядке, отвлечены и так далее. Вот в принципе и все. Если бы это был защитник, он более приспособлен для танкования. Поэтому если вы думаете иначе, это ваши проблемы. Я по фактам рассказал, как оно есть на самом деле. Я заранее подготовился к Е50. Да, шансов у меня танкануть не сильно много. Но я пытался их повысить хоть как-то. Заранее жду, когда он вылезет. Свожусь, стреляю. У меня получилось танкануть. Может он вдоль борта по гусенице попал. Может куда-то в башню. Может он еще куда попал. Не важно. Я попытался спрятать НЛД. Попытался спрятать будку на ВЛД. Выставить гусеницу. Под башню он еще сбоку пробивается. Да и в целом много еще куда можно пробить, если пробитие будет повышенное. Слева у нас ЛТшка. Выставляю под него кое-какой ромбик. Справа танк вылез. Не стреляю в него, потому что в оглушении нет смысла стрелять. Отъезжаю вперед, чтобы не стреляла арта. Понимаю, что артиллерия находится в углу в К1. Раз она прокидывает мне сюда, на угол дома. Перед нами находится танчик. Пантерка. Спереди у нас еще слева СУ-130ПМ. И там еще где-то Пантера-2 было. И слева ЛТшка. Сзади нас находится арта. Ну не сзади, но сбоку в К1. И там же 704. Рано или поздно приедет 704. Это очевидно. Слева вылезет Пантера. Также справа стреляет арта. ЛТшка никуда особо не поедет, разве что назад. Без засвета. Что может происходить дальше? Если 704 уже давно едет, он может выехать справа от меня. Находиться в этом большом дворе. Либо он едет по другой стороне. И он въедет в Т-95. Слева может выехать Пантера. Она меня с одного выстрела не убьет. Поэтому пока что я обращаю свое внимание в основном на Пантеру, которая вот ПТ передо мной. Он подставляется, убиваю. Также Сушку убивают. Я жду ЛТшку и Пантеру. Пантера наносит мне урон. ЛТшка ничего там не делает. Видимо не видит меня за домом. Т-95 поехал на Пантеру. Сейчас сзади уже скоро будет ехать 704. Т-95 проехал. И бочиной просветил двор. Там никого нет. Это означает, что 704 либо не едет вообще, либо едет сзади. Я зацелил Пантеру. Если она вылезет, она не вылазит. Она засветилась. Соответственно я могу поехать. И объехать с правой стороны. Потому что там во дворе никого нет. Также слева еще засветилась ЛТшка. Но она там каталась за укрытиями. Вот она выехала. Подставляется. Но я не успел стрельнуть. Вот приехал 704. Которого уже давно мы тут ждем. Т-95 засветился первее от 704. Поскольку я стоял за кучкой мусора. Поэтому 704 в меня не стрелял. Выезжаем под артиллерию. Потому что у нас сзади 704. Поддавят и мы сдохнем. Там впереди катается ЛТшка. Здесь Пантера камерой. Камерой посмотрел боком. Что происходит с Пантерой. Для того чтобы убедиться. Могу я выезжать или нет. Выезжаю. Стреляю. Убиваю. Теперь прячусь от артиллерии. Потому что и так под ней находился. Было опасно. Справа у нас ЛТшка. И сейчас. ЛТ убивает. Нашу ПТшку. И начинает ехать. В засвете. К нашей базе. Начинает ехать снова в ту же позицию. Куда я ехал. И я просто стреляю ему на упореждение. В то место. Куда он будет проезжать. Чтобы опять доехать до этой кучки. Да. Этот выстрел был с вертухи. Но это было очевидно. Что он там едет. Потому что. В последние секунды. Когда он светился. Он ехал в этом направлении. Нужно было просто запомнить. Его скорость. Которая он едет. И вовремя нажать выстрел. В том направлении. Все. Теперь у нас перед нами. Находится 704. Здесь довольно таки. Неплохой трупик. От Т95. Его нужно светить. Чтобы накидывала арта. Я его здесь подсвечиваю. Если бы он конечно не светился. Было бы очевидно. Что он объезжает. Подсвечиваем его. Для нашей артиллерии. Чтобы он ехал. Светился. Умирал. И ему в принципе было плохо. Здесь арта нас не простреливает. Пока он там ворочается. Я стреляю в него. Поскольку если он становится. То он попадет скорее всего. И даже фугаса ему хватит. Куда попало попасть. Чтобы меня добить. Стараюсь его подсвечивать. Чтобы он постоянно получал люлей. Видим что он не особо. В принципе как-то старался. Вообще что-то сделать. Вообще на этой карте. Если понятно что в А1 кто-то есть. Вот здесь ездить вообще нельзя. Это самое опасное место на карте. Я бы на месте 704 объезжал с другой стороны. На этом переезде прямой прострел от А1. И там все время куча танков умирает. А в А1 есть кусты за которыми можно не светиться. А в этом случае там вообще арта. Которая стоит в углу. И она точно не засветится. Дальше происходит такая ситуация. Этот бой был сыгран на стриме. Во время того как ехал на меня 704. Я уже говорил что сзади меня может приехать артиллерия. Поскольку это опыт. Поскольку я здесь нахожусь один. Отдельно от всех своих союзников. То враги при планировании. Как меня убивать. Часто приходят к такой мысли. Что нужно заехать не спереди в лоб. А еще и сзади. И типа как бы обмануть. Но на самом деле все эти обманы мною читаются чаще всего наперед. И вы сейчас видите как я разворачиваюсь назад. И жду будет артиллерия сзади или нет. Вообще я ее ждал в момент того когда 704 ехал на меня. Но видимо 704 так быстро сдох. Что артиллерия не ожидала этого. И вскоре передо мной сейчас должна появиться артиллерия. Вот она появляется. И чел просто выкатывается на меня. Теперь вспоминаем ситуацию которая была недавно. Когда я сюда в эту дырку выезжал и убивал пантеру. Я сначала камерой повернул. За стену посмотрел. Допустим тут враг. Я за стену посмотрел камерой. Могу я на него выезжать или нет. Если бы этот артовод подъехал к повороту. И не выезжал бы. А посмотрел камерой что я на него целюсь. Он бы понял что выезжать смысла нет. Стал бы здесь. И рентгенил бы меня. Я бы не смог на него выехать. Скорее всего. Потому что он может меня сплэшем убить. А другой артовод мог бы объехать где нибудь сбоку. И попробовать меня убить. В любом случае он мог бы выиграть время. А если он и выезжал. То они должны были выезжать вдвоем. Чтобы об одного артовода я разрядился. А второй мог меня добить. В целом мы понимаем что если думать головой. И вспоминать все ситуации которые были. Запоминать их. И накладывать на ситуации которые происходят в вашем бою. Можно понять что это все было миллиард раз. Все эти тактики и розыгрыши от врагов и союзников. Они происходили уже миллиард раз. Все это уже было. И это не предсказание будущего. Это взгляд на прошлые ситуации. И накладывание их на нынешние. Вот и все. Я просто заранее ждал здесь чела. И поскольку в World of Tanks очень много людей. Которые не особо задумываются когда играют. Вот даже не идеальные мои розыгрыши смотрятся прям божественно как-то. Убил блайндом ЛТшку без засвета. Да я просто видел по карте что он ехал. И примерно ему на ход стрельнул. И попал. Сзади приехал ко мне артовод. А я заранее его ждал. Да потому что это для меня очевидно. Я сыграл 70 с чем-то тысяч боев. И я их играл думая. Стараясь. Развиваясь. И запоминая. Что в них происходило. Разыгрывал различные тактики. Позиции. И запоминал. Какие из них плохие. Хорошие. И при каких вообще ситуациях. Что хорошо. А что плохо. И все это. Вылилось в то что. Имея такой большой багаж знаний. И воспоминаний про прошлые бои. Играется вообще легко. Потому что это все уже было. И ничего нового в принципе не было. Происходит. Но есть люди которые отыграли огромное количество боев. Но у них все так ничего и не происходит. Кто-то ищет отговорки. Кто-то играет просто так. Но в принципе каждый человек. Отыгрывает. И показывает ту статистику. Которую он заслужил. Как он играет. То он и получает. Вот в принципе все. Приехал в конце боя. В Ка-1. Артоводы были здесь. Они стреляли отсюда. Конечно. Для того чтобы захватить базу в соло. В обычном бою. Нужно минута сорок. Времени. Но. Пока я там ехал. Времени захватить базу уже не было. Поэтому поехал в Ка-1. В надежде что все артоводы здесь. Хотя один из них мог уехать. И была бы ничья. Да. В каких-то ситуациях повезло. Но в целом весь бой был отыгран. С моей стороны налегке. Но обдуманно. А враги сыграли все как обычно. Ничем меня не удивили. С вами был Варчик. Играть красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok